Время новостей на телеканале Север в студии Алина Ваучейская. Здравствуйте и вот о чем расскажем сегодня. Плюс один. В Неницком округе зарегистрирован новый случай заболевания коронавирусом. Инфицированный житель Нарьинмара. В момент выявления COVID-19 он находился в закрытом на карантин отделении Неницкой окружной больницы. Печора еще полностью не очистилась от льда, а жители региона уже спешат выехать на реку. В регионе зафиксированы первые случаи, когда граждане оказались в ледовом плену. Ломать не строить. В парковой зоне на захребетной курье вновь орудуют вандалы. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. За прошедшие сутки в регионе зарегистрирован новый случай заболевания COVID-19. По информации окружного профильного департамента, инфицированный житель Нарьинмара. В момент выявления заболевания он находился в закрытом на карантин отделении Неницкой окружной больницы. Заражение произошло через контакт с пациентом, у которого ранее выявили COVID-19 в терапевтическом отделении. Таким образом, по данным на утро сегодняшнего дня, число заразившихся коронавирусной инфекцией в Неницком округе возросло до 58 человек. Как мы уже сообщали в прошлом выпуске новостей, 7 человек выздоровели. Лечение в стационарных и амбулаторных условиях сегодня проходит 51 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. В том числе 12 человек в специализированных отделениях Неницкой окружной больницы, трое амбулаторно на месторождении имени Титова, 35 на Варандее. В Усинской центральной районной больнице продолжают проходить лечение пациент, ранее эвакуированные с нефтяной промплощадки. На самоизоляции в домашних условиях в Нарьинмаре поселке Искатели находятся 507 человек, в обсерваторе – 11. Снято с контроля 634 человека за прошедшие сутки 36. Под наблюдением медиков на месторождениях находится 230 человек, в том числе 203 на Варандее и 27 на месторождении имени Титова. Всего с начала пандемии в Центре гигиены и эпидемиологии Неницкого округа проведено 2294 исследования на коронавирус – 39 за последние сутки. В Нарьинмаре прошло расширенное совещание с представителями нефтяных компаний, ведущих деятельности в Неницком округе. Со слов руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Неницкого округа, проблемы нефтяного рынка связаны с обвальным падением спроса на нефть. Эту ситуацию эксперты связывают с перенасыщением рынка на фоне пандемии коронавируса. Компании из-за приостановки деятельности перестали потреблять нефть, после чего последовало заполнение мировых нефтехранилищ. В связи с этим новые поставки стали неактуальными. Возникла ситуация, когда продавцы нефти были готовы доплачивать покупателям, так как хранение нефти обходилось дороже ее стоимости. Согласение ОПЕК, которое было подписано и вступило в силу с 1 мая, оно отчасти стабилизировало ситуацию. Да, мы видим рост цен на нефть, но при этом стоит понимать, что цены, например, 45 долларов за баррель мы уже в ближайшее время не увидим. Это мнение независимых экспертов и министра энергетики нашего Александра Новока. При этом надо также понимать то, что себестоимость добычи нефти в Ненецком автономном округе – это нечто совершенно особенное. Потому что если мы говорим о среднероссийской себестоимости добычи нефти, то этот показатель колеблется от 13 до 20 долларов для самых дорогостоящих месторождений. Как сообщил Альберт Чепдаров, накануне в адрес ведомства поступили сведения от нескольких компаний-недропользователей, ведущих деятельность на территории Ненецкого округа. В письмах сообщается о том, что себестоимость добычи барреля нефти с учетом капитальных затрат компаний превысила 55 долларов. При среднероссийской себестоимости 20 и при нашей 55, понятно, что большинству компаний, наверное, легче добывать нефть в более средней полосе, например, по Каспийским или Западно-Сибирским проектам. Но как же в целом данный кризис, можно сказать, на экономике Ненецкого автономного округа? Мы видим несколько сценариев развития, несколько направлений, как это может проявиться. Первое, безусловно, надо понимать то, что геологоразведка в округе будет снижен. Объемы геологоразведки компании декларируют снижение от 15 до 100%. То есть, если крупные компании еще могут себе позволить за счет диверсифицированного портфеля, условно, где-то ложаться и сохранить программу геологоразведки и обустройство месторождений, то маленькие компании сворачивают эту деятельность. Также Альберт Чебдаров пояснил, что все эти факты негативно скажутся на доходах бюджета Ненецкого округа. И теперь информация о паводке. На реке Печора ледоход заканчивается, лед выносит по Печорской губе. Отмечается небольшой спад уровня воды ниже Нарьинмара. Такие данные представлены в гидрологическом бюллетене по состоянию на 16 часов текущего дня. По информации Объединенной гидромедстанции Нарьинмар, вскрывается река Воркута и верхнее течение реки Усы. В верхнем течении Колвы, на реке Адзви, реке Уса, на участке Петру-Нюсинск, реке Печора, на участке Мутный материк Чели-Юр наблюдается редкий ледоход. Вместе с тем в регионе уже зафиксированы первые случаи, когда граждане оказались в ледовом плену. Ирина Никешина расскажет подробнее. Несмотря на то, что Печора еще полностью не очистилась от льда, жители региона спешат выехать на реку. Так, накануне вечером на поиски приключений отправились подростки. Пятеро несовершеннолетних решили покорить Качгартинскую курью с помощью плота. Возможности добраться до берега у них не было. Ребята испугались крепко. Подъехали, пересадили, получается, воздушную подушку, провели беседу. Весной, может, если произойдет падение в воду, смерть может быть мгновенной из-за самой температуры воды. Поэтому это все очень опасно. В ночь на вторник, 19 мая, помощь окружных спасателей понадобилась и охотникам. Шесть человек оказались заложниками ледяного плена. Произошел случай в Тундровом шаре, ниже по течению от поселка Нельминос. В два часа ночи поступило сообщение о том, что во льду зажато пять лодок, и помощь требуется шестерым пострадавшим. Шесть человек нуждались в помощи в эвакуации. Также на воздушной подушке выехали к месту, где все это случилось. Сначала получилось так, что одну лодку зажало льдиной, и все другие бросились спасать, оказывать помощь. И в это время пришло еще одно ледовое поле, которое зажало все остальные лодки. Спасатели напоминают жителям региона об опасности выезда на реку в период ледохода. Под давлением льдин маломерное судно может получить значительные повреждения и затонуть. У нас, получается, тело ледохода в этом году из-за погодных условий растянулось действительно на сотни километров. То есть, если раньше было такое, что ледоход проходил, люди где-то ждали и выезжали, то в этом году, получается, одно ледовое поле прошло, более-менее вроде бы чисто, еще одно ледовое поле идет. И где, в какой момент, кого, когда застанет эти ледовые поля, предсказать невозможно. Что касается ледовой обстановки, на реке Печора, на участке Усть-Уса, Усть-Цильма, уровни воды на 110-180 сантиметров превышают норму максимальных уровней весеннего половодья и на 64-109 сантиметров – неблагоприятные отметки, при которых происходят начальные затопления. В Великовисочном уровень воды вырос на 3 сантиметра и составил 790 сантиметров, при критической отметке 735 сантиметров. В Оксино вода прибыла на 1 сантиметр, ее уровень составляет 665 сантиметров. В Харутина-Азве редкий ледоход, уровень воды – 691 сантиметр. В Харивире уровень воды – 731 сантиметр, редкий ледоход. На Ринмаре – 477 сантиметров чисто. Мы ждем вторую волну, которая в село Оксино ожидается 22 мая на отметках 730-750 сантиметров. И напоминаю, что неблагоприятное явление для села Оксино – 740 сантиметров. В порту Нарьинмар мы ожидаем рост уровней воды примерно 22-23 мая на отметках 550-570 сантиметров, при неблагоприятной отметке для нашего города – 620. В связи с прохождением высокой половодной волны на реке Печора в границах Нао ожидаются разливы на пойме у населенных пунктов Тошвицка – Великовисочная. Напомню также, что речная навигация на территории региона официально закрыта. Ирина Никешина, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Летняя речная навигация на Печоре стартует 25-26 мая. К ее началу в Северной транспортной компании все готово. Остаются лишь небольшие покрасочные работы и спуск судов на воду. В этом году совершать рейсы по Печоре будут маломерные суда ЗР-1 и ЗР-2, а также Виктор Безумов и новичок Алексей Калинин. В резерве будут находиться воздушные подушки, которые сейчас в межнавигационный период задействованы на перевозке пассажиров поселом Ненецкого округа. Судно на воздушной подушке «Полярник» завершило свою утреннюю поездку из Красного в Нарьинмар. Рейс организован Северной транспортной компанией в межнавигационный период. По словам капитана «Полярника» Ивана Кононова, маршрут ничем не отличается от других. Единственная сложность – причалить в населенном пункте. В поселке Красном места подхода судов нет его практически. Вот в этом единственная сложность. Это проблема не только Красного, есть и Великовисочная эта проблема. Но это всегда или только в период межсезонья? Нет, в период межсезонья. Вода потом будет снижаться, и там будет место подъезда. К навигации судна прошло техническое перевооружение. Установлены два мощных двигателя по 200 лошадиных сил каждый, а следовательно увеличена скорость до 45 км в час. Вместе с этим цена на перевозку снижена. Несмотря на это, загруженность подушки небольшая – от 6 до 10 человек. Основной поток пассажиров впереди. С 25-26 мая Северная транспортная компания начнет осуществлять рейсы на маломерных судах по традиционным маршрутам – вверх и вниз по Печоре, а также до Тельвиске. Ценовая политика в этом году не изменилась, прежними остались и льготы. Кроме того, перевозчик вводит и коммерческий маршрут до Республики Коми. В Усцельму будет курсировать комфортабельный катер под названием «Виктор Безумов». Его скорость – до 60 км в час, а вместимость – 18 человек. Стоимость поездки в одну сторону составит около 5000 рублей. Еще один скоростной катер – он же новичок в семье Северной транспортной компании Алексей Калинин. На Ринмар его доставили поздней осенью. Впереди – получение всех необходимых документов и в путь. Алексей Калинин с июля планирует совершать дневной рейс до Тошвиски. Что самое неваловажное на это судно, почему именно водометный катер, то, что у нас, берегая все, куда мы подходим, они не оборудованы. И, соответственно, это судно мелкосидящее, оно не боится милей. Также оно не боится сетей, которые у нас по дороге, да, бывает, браконьеры кинули. Вот если на винт намотаешь, то это большая проблема – оттуда эту сетку вытащить. Надо поднимать судно, буксировать его, поднимать кормовую часть, срезать. Это очень долго. То этому судну не бревна, не различная трава, никакие сети ему не страшны. Оборудовать причал предстоит и в Нарьинмаре. После того, как уровень воды спадет до необходимых отметок, Северная транспортная компания смонтирует мостовые, ведущие катерам. Мария Даник, Антон Водряков, Телеканал «Север». Ломать не строить. Сегодня в окружной столице большое внимание уделяется благоустройству зеленых зон. Пешеходные дорожки, скамейки и детские площадки. Не дремлют и вандалы. Например, в парковой зоне в районе Захребетной Курьи власти поселка Искателей вынуждены менять фонарные плафоны и сломанные конструкции. Екатерина Дементьева продолжит. Островок тишины и природы в районе Захребетной Курьи жители микрорайона облюбовали уже давно. А несколько лет назад здесь обустроили парковую зону. Одна беда – каждую весну при подъеме воды участки пешеходной дорожки подтапливает. Она сделана по тому ландшафту, по которому он когда-то природный был. Если поднять его, чтобы он был незатопляемый, поднять до уровня дороги, это отметка где-то 6,70, незатопляемая зона, то всю эту территорию нужно засыпать. То есть ее поднять на 2 метра. И мы получим лес этот вырубить, засыпать и разместить такие элементы. Поэтому он теряет свою значимость. Поэтому было принято решение, конечно, не мной, а раньше, но я считаю, что оно правильное. В 2019 году после паводка подрядчик переложил и укрепил подтопляемые участки дорожек. Однако на смену природному разрушителю пришли разрушители из числа местных жителей. Недавно эта скамейка выглядела вполне обычно. Но кто-то решил, что здесь она лишняя, выдернул с корнем и выбросил в курью. Скамейку вернули обратно и забетонировали. Но юные дизайнеры решили, что выглядеть так она будет лучше. Причем систематически разрушают не только скамейки, но и фонари. Из года в год вандалы бьют красивые круглые плафоны. Портят и новую площадку для воркаута. Место для тренировок молодежи. В связи с этим в администрации поселка Искателей пошли на крайние меры. В любое время года в парковой зоне можно встретить людей всех возрастов. Кого-то тянет сюда тишина и природа, а кого-то – укромное место для того, чтобы заниматься порчей объектов общего пользования. Для последних напоминаем – вандализм – уголовно наказуемое деяние. Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, Телеканал Север. 19 мая в России отмечается День пионерии. Практически все жители страны, кому за 40, могут считать себя причастными к этому празднику. Ведь в стране советов каждый школьник должен был носить почетное звание пионера, пионерский галстук и значок. Ольга Русл продолжит тему. Каждый будний день советского школьника начинался этими бодрыми позывными. Пионер – всем ребятам пример. Он должен был носить красный галстук и следовать заветам Ильича. С развалом Советского Союза канула в лету и пионерская организация. Нынешние школьники едва ли знают, кем были их мамы и папы, бабушки и дедушки. Знаешь, кто такие пионеры? Пионеры – это дети, которые учились раньше и помогали людям. С какими-то делами. Кто такие пионеры, знаете? Ну, примерно. Ну, кто это такие? Ну, это… я не знаю, как вам сказать. Я далек от этого всего. Для более старшего поколения пионерия – это стиль жизни. Стать членом этой организации было почетно. Школьники трепетно учили пионерскую клятву, пели гимн. Теперь в памяти остались только яркие моменты. Например, как в день пионерии школьников бесплатно катали на автобусе. Мы за бесплатно катались на автобусе до шести часов вечера. Это я хорошо помню. Все, после шести нас уже выгоняли с автобуса. Все уже шесть часов, что это самое, все уже будете деньги платить. У нас был радостный день такой, праздничный день пионерии. Я последнее поколение пионеров, которое вообще существовало в НАУ. Помню, что вступить в ряды пионеров было очень почетно. Мы очень этим гордились и принимали в пионеры не всех, а только достойных. Я – юный пионер Советского Союза. Я – юный пионер Советского Союза. Перед лицом своих товарищей. Перед лицом своих товарищей. Завязать красный галстук каждый школьник мог, что говорится, с закрытыми глазами. А появление в школе без главных атрибутов пионерской организации, значка и галстука приравнивалось к катастрофе. Позволить это могли себе только совсем уж отпетые хулиганы. Теперь пионерский галстук – достояние разве что школьного музея. Именно здесь, в музее, с ностальгией о пионерской юности вспоминали наши героини две Ольги. Я очень хорошо помню этот день, потому что в статусе отличника первой школы попала в дом пионеров, где принимали в торжественной обстановке. И поэтому на следующий день с красным отглаженным галстуком пришла в свой класс первым пионером. На общешкольной линейке у нас была очень большая школа. И у нас это проходило все на улице. Было очень тепло, и на улице нас принимали. Помню, мы домой бежали такие гордые. Красный галстук развивается. Нам так было здорово. Пока ведутся споры о пользе или вреде для молодежи пионерской организации, противопоставляя советскую идеологию современной, выросшие пионеры с грустью вспоминают о старых добрых временах. Например, о Тимуровском движении, бескорыстной помощи пожилым людям. Пионеры не просто занимали свой досуг, но и приносили пользу обществу. Мне кажется, больше было дисциплины. Дети были организованные, они были заняты. У нас мы занимались, бегали, макулатуру собирали. Очень хорошо помню сбор макулатуры, сбор металлолома во дворе старой первой школы. Огромные территории, выделенные каждому классу. Любили кататься на бочках, когда собирали металлолом. Много разных интересных моментов было, да. Когда первые годы работы связаны с воспоминаниями о Тимуровском движении, когда мы ходили, скапывали огороды бабулям, сажали картошку. Сейчас в России существуют аналоги пионерской организации. Например, в 2015 году создано российское движение школьников. Таких масштабов оно еще не достигло. Пионерские костры, синие ночи и готовность к борьбе за счастье людей. Добрая память о пионерской организации. Ольга Русул, Владислав Ткачев, Вадим Стасюк, Телеканал Север.